В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте. Итак, начинаем наше занятие. Сегодняшняя тема нашего занятия – одинарные лежачие пальцы. Мы сейчас подготовили лист железа. Сейчас мы на нем сделали с двух сторон. С правой стороны, если смотреть, вот меня. Мы сделали отгибку сумок 5 мм или П-отгибка. С левой стороны мы сделали разметку на отгибку уже 35 мм. Это малая отгибка для Г-отгибки. Сейчас мы делаем это все по схеме, которая у нас имеется. То есть, если разобраться, вот та часть, которая у нас заштрихована, это у нас будет ослабление пальца на П-отгибке. При ослаблении пальца на Г-отгибке. Ну, а теперь переходим к разметке. Обучение кровельщиков по металлу на разряд. Колледж водных ресурсов. Профессионально, качественно 15 дней. В оборудованной кровельной мастерской. Телефон на экране. Становили. И для того, чтобы нам сделать линию сопряжения, мы применяем пальцевое лекало. Прикладываем его, как сейчас видно. и будем проводить линию сопряжения вертикальной и горизонтальной кромки. ПОДПИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На столе у нас готовая картина и теперь нужно на ней сделать определенные вырезки. Вырезать мы будем кромку 45 мм или большую отгибку. Там, где у нас складка. Делаем сначала прямой вертикальный рез и с левой стороны чуть-чуть наискосок. Делается это еще так же возичными ножницами, но у нас их нет, поэтому мы сделали подрезными, затяжными ножницами. В данном случае надо обратить внимание, как выглядит у нас то, что мы вырезаем. То есть у нас на большой отгибке, там где у нас складка, у нас идет... Сначала по вертикали рез, а потом слева наискосок. Вот это важно. Ну вот так выглядит сбоку. Приступаем к устройству карнизного свеса. Для этого мы закрепили картину на две клямеры справа и слева. И сейчас мы будем при помощи нашего шаблона переносить все размеры на картину. Работа эта называется «Разметка картины по шаблону». То есть мы сейчас будем делать раскрой картины по месту. Для этого мы используем шаблон «Вализан». Это швейцарский вариант, а также французский вариант, который редко применяется. И я показываю его на русском языке впервые. Вот сейчас мы приложили шаблон, и по нему уже быстро, занимает немного времени, делаем разметку прямо по месту. Картина у нас... Главное, чтобы картина была зафиксирована. Заштрихованную часть мы затем вырезаем. Все у нас реперные точки отмечены. Вынос картины будет 35 миллиметров. Вот сейчас при помощи линейки закройчика мы проверяем 35. Ну и здесь вот, ближе к нам уже справа, откладываем 35 миллиметров. Прикладываем линейку, соединяем две точки. Соединяем две точки. Вот у нас получилось 35 миллиметров от края карнизного свеса. Это у нас пойдет загиб на капельник 35 миллиметров. Особенность 35, потому что в других системах, например, в немецкой, откладывают 30 миллиметров, а в французской 35 миллиметров. Прикладываем линейку и соединяем две точки линии. Вот это расстояние между двумя линями посередине есть на шейскомы 35 миллиметров. Теперь нам нужно лишнее все отрезать. Вот так вот это выглядит с другой стороны, то есть вид слева. И при помощи ножниц пеликан мы отрезаем лишнее. Ножницами пеликан удобно работать. Они могут резать также уже изогнутые кромки. Поэтому... Ну а подрезать мы будем... Сейчас с левой стороны ищем ножницами пеликан. Все аккуратно отрезали. Ну а вырезать мы будем уже другими ножницами. Ножницы подрезные, рычажные. Вот как раз для мелких резов они идеально подходят. Потому что у них есть на лезвии насечка. Ну и теперь вертикальный рез сделаем. У нас прицелились и в точку. Удобно работать. Пеликанами тоже можно, но там насечек нет и нужно опыт. Ну а здесь прицелились. Раз. Можно точку и все. Итак, мы сделали раскрой картины прямо по месту. Сейчас еще делаем вертикальный под наклоном рез. И таким образом картина справа у нас приобретает нужный нам вид. Вот сейчас вид слева, как выглядит. Здесь мы сейчас подриктовываем при помощи клещей конвертных, кроельных. И сейчас мы здесь прямо, используя клещей конвертные, проводим под 45 градусов линию. для того, чтобы нам потом сделать рез. Это линия реза. При помощи подрезанных ножниц мы сейчас подрезали. И так у нас получается, получилась кромка, которую мы будем отгибать. Эта кромка, как я говорил, 35 миллиметров. В отличие от другой школы, немецкой. Там, как правило, кромку предлагается делать 30 миллиметров. Выравниваем нашу кромку для отгиба. При помощи клещей под 45, кроельных, изогнутые клещи. Ну, если на крышах, то у нас картина узкая, поэтому здесь разогнаться негде. Я так и использую рамки карнизного свеса. Первый, второй вариант. Ну, в данном случае их применять, ну, просто у нас узкая картина и не получится. Поэтому мы применяем подручный материал. Прикладываем шаблон, шаблон бисектрисы, который мы заранее всегда делаем. И вот здесь проводим линию контрольную, чтобы мы понимали, как у нас будет проходить отгиб язычка. Ну, это вот малый язычок. Мы сейчас готовим окончание гребня а-ля лангет. Лангет по-французски язычок. Вот мы язычок один уже изготовили. На картине, картой у нас справа. Подгибаем нашу кромку 35 миллиметров при помощи клещей кровельных изогнутых. В данном случае они у нас самые узкие 60 миллиметров кромка. Ширина кромки выйдет глубок 60 миллиметров. Делаем это не спеша. Помогаем руками. Вот так вот у нас выглядит картина. Догибаем руками, крыльчики работают руками, потому что крыльное железо позволяет это делать. Отгибаем. Все нормально. Вот у нас теперь вот в этом месте не очень аккуратно отгибается с правой стороны кромка. И сейчас мы попробуем ее аккуратно отогнуть при помощи янки круглой, с круглым бойком 30 миллиметров безотбойной. Отгибаем при помощи клещей изогнутых под 45 миллиметров. Вот сейчас вот окончательно, чтобы было аккуратно, мы отогнули язычок, который у нас образовался на кромке. Ну, отгибаем теперь слева язычок. Надо делать это все по линии гиба. Точно. Вот так вот выглядит у нас окончание гребня. Это у нас правая картина мы подготовили. Это у нас вид справа. И сейчас мы при помощи безотбойной клещей круглой поправляем нашу кромку аккуратно. И у нас теперь вот здесь вот вид слева. Вот так вот выглядит наш язычок. Это окончание гребня по-французски. Остров подписано до недели. Продолжение следует...